2019 год не стал исключением в проведении очередного пятого мотомарша Дороги Победы на Берлин. Участники из России, Белоруссии, Украины, Польши и ряда других европейских стран, народы которых плечом к плечу боролись с фашизмом, проедут 6000 километров по дорогам той кровавой войны. Целью акции является сохранение исторической памяти и напоминание о мужестве победителей. Старт международного мотомарша был дан 26 апреля в Москве на Поклонной горе. Пройдет он по территориям стран СНГ и Европы. Эта колонна уже пятый раз прибывает в Брест. Проводится патриотическая акция Дороги Победы. В этом году гибелейная пятая, которая посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-й годовщине освобождения Республики Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Действительно, каждый год эта акция становится все более популярной, все большее количество людей участвует. В этой акции акция традиционно проводится при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. И на уверенность, что у ребят все получится, они 9 мая будут в Берлине. В списке городов, по дорогам которых пройдет патриотическая акция, Бресту отводится особое место. С волнением и гордостью за подвиг, совершенный солдатами в годы Великой Отечественной войны, представители организации «Ночные волки» отдали дань уважения, посетив знаковое место – Брестскую крепость, где возложили цветы у вечного огня и, преклонив колени, зажгли свечу памяти в честь павших героев. Мы пытаемся напомнить людям, особенно европейцам, о том, что эта победа досталась очень большой ценой для нас, для россиян, для всего мира. Историю просто переписывают. И наша основная цель – не дать этого, чтобы наши дети, они всегда помнили. И их дети тоже. Это вот простой посыл. Безусловно, подобного рода мероприятия, направленные на прославление героев своей земли, имеют большое значение в патриотическом воспитании молодого поколения. Количество участников Дороги Победы на Берлин с каждым годом увеличивается. А значит, свеча памяти, бережно зажженная ночными волками, не угаснет в наших сердцах.